Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события. В студии Андрей Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Коротко о некоторых темах. Приемное отделение больницы Середавина увеличили вдвое. В здании оборудовали комфортные места для сидячих и лежачих пациентов. Есть ли лекарства от коронавируса в самарских аптеках? В рейд по торговым точкам отправились общественники. Предложение, от которого нужно отказаться? Или как вернуть свои деньги, если вы приобрели у навязчивых менеджеров газовое оборудование втридорога? За сутки в Самарской области зарегистрировали еще 161 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. Число заболевших в регионе достигло 15 458. Такие данные в среду, 28 октября, опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. За последние сутки выздоровели 210 человек. Всего с начала пандемии из больниц выписали 12 701 пациента. Число летальных исходов составляет 259. Четверо умерли за прошедшие сутки. В приемном отделении больницы имени Середавина появилось больше мест для ожидания. Об этом рассказал министр здравоохранения Самарской области Армен Бинян. Теперь на втором этаже большого вестибюля больницы устроены комфортные и просторные места для сидячих и лежачих пациентов. Такие же работы проводятся и в других крупных лечебных учреждениях. Министр также обратил внимание, что около 30% пациентов приходят в больницу своим ходом, самостоятельно приняв такое решение. И настоятельно рекомендовал вызывать на дом медицинского работника и согласовывать с ним все дальнейшие действия. С сегодняшнего дня Роспотребнадзор ввел в стране всеобщий масочный режим. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Россияне обязаны носить маски в местах массового пребывания, общественном транспорте, на парковках и в лифтах. Соблюдают ли самарцы масочный режим, проверили участники общественного контроля. В рейд отправилась и наша съемочная группа. Общественный контроль на одном из крупных рынков города. Проверяющие смотрят наличие санитайзеров, разметки на полу, а также соблюдение масочного режима продавцами и покупателями. Наше мероприятие носит предупредительный характер, поэтому мы в сегодняшней ситуации будем предупреждать, как предприниматели, ведущие предпринимательскую деятельность на территории рынка, о том, что необходимо соблюдать масочный режим, так и, соответственно, граждан. Масочный режим нужно соблюдать. Особенно его должны соблюдать продавцы, которые постоянно находятся в этом помещении. Всеобщий масочный режим Роспотребнадзор ввел в стране с 28 октября. Теперь посещать без индивидуальных средств защиты нельзя не только магазины, рынки, общественные транспорты, аптеки. В маске обязательно нужно быть на парковках и в лифте. В Самарском районе сотрудники района администрации ежедневно проверяют соблюдение предписаний Роспотребнадзора. Эти материалы мы собираем, пояснения собираем и отправляем в Управление гражданской защиты для составления протоколов. Если мы выявляем сотрудников предприятий без масок, то тогда мы направляем материалы в Роспотребнадзор. Проверки соблюдения предписаний Роспотребнадзора в Самаре продолжатся. Ежедневный мониторинг ведется во всех районах города. Лариса Шлафаст, Максим Гусев, События. Справились ли с заданием губернатора? Представители областного центра контроля качества проводят проверки в самарских аптеках. Они контролируют, удалось ли ликвидировать дефицит лекарств от простуды и пневмонии аптечным сетям. Напомню, такое поручение дал глава региона на оперативном штабе по предупреждению распространения коронавирусной инфекции после того, как к нему поступили жалобы от горожан на недостаток лекарственных препаратов в самарских аптеках. Что показала проверка в нашем сюжете. В руках у провизоров список из десяти наименований лекарств, которые необходимы при лечении ОРВИ, коронавируса и пневмонии. Все они, либо их аналоги, должны быть доступны для самарцев и лежать на полках аптек. Вопрос обеспеченности торговых точек необходимыми лекарствами был поднят на заседание оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции. Самарцы пожаловались губернатору Дмитрию Азарову, что в аптеках не достает необходимых лекарств. Разобраться с проблемой и ликвидировать дефицит он поручил руководителям торговых сетей. Напомнив, что они также являются частью системы областного здравоохранения и в ответе за жизнь и здоровье граждан. В первой аптеке по улице Владимирской, куда сегодня пришли провизоры и съемочная группа, четыре кассы. В общей сложности в день они обслуживают около 600 покупателей. Лекарства из контрольного списка оказались в наличии. По городу ситуация спокойная, то есть в аптеках в основном все препараты и противовирусные антибиотики имеются. Если, допустим, на данный момент, когда больной пришел в аптеку, этого препарата не обнаружено, то они принимают, провизор принимает заявку на данный препарат и в какое-то определенное время значит, этот препарат доставляется в аптеку, оповещает больного, он приходит и забирает. Товар у нас доставляется в соответствии с спросом, то есть это все рассчитывается и планируется. Поставки у нас два раза в неделю, то есть перебоев у нас нет. По словам министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна, нехватка препаратов в аптеках вызвана двумя причинами. Во-первых, новыми правилами маркировки, которые сейчас перевели в уведомительный режим. Во-вторых, ажиотажным спросом, с которым производители лекарств справились не сразу. Самарцев просит не закупаться лекарствами впрок. Пока они ждут своего часа на полках дома, есть люди, которые в них нуждаются прямо сейчас. А при необходимости приобрести медикаменты лучше уточните на сайте аптеки, по какому адресу они есть в наличии. Как это всегда делает Юрий Лузанов. Мужчина говорит, сделал заказ в интернете, а через несколько минут пришло СМС, что лекарство есть и можно его выкупить. В интернете смотрю и в эту аптеку заходил. То есть вас не смущает, если в этой аптеке нет, можно дойти пару метров? Нет, как правило, всегда бывает. Елена Федотова говорит, пришла за противовирусным средством. Оно есть в наличии, но провизоры предложили более дешевый аналог, который женщину вполне устроил. Я когда приходила в эту аптеку, всегда все было, что мне надо. А так я не могу сказать. Вот что мне надо, я купила. В следующей аптеке, расположенной по соседству, некоторых медикаментов из списка провизора не оказалось. В торговой сети пояснили, поставки происходят дважды в неделю. Можно оставить заявку и в течение 3-5 дней нужные лекарства привезут. Если ситуация не ждет, можно позвонить в другие аптеки этой сети и купить лекарства в одной из них. За некоторым исключением, вот они говорят, что у них нет орбидола, у них анавира. Но они обещают в ближайшее время сделать поставку. То есть все препараты в аптеке в наличии имеются. Необходимые препараты, которые в данный момент востребованы. По словам представителей аптечных сетей, сейчас у них имеются запасы препаратов до 45 дней, а на некоторых складах и до 90 дней. Виктория Шарея, События. Станции метро в Самаре обрабатывают каждые 2 часа. При уборке используют специальное средство, рекомендованное Роспотребнадзором. Как проходят банные процедуры в метрополитене, знает Мария Левина. Банные процедуры в Самарском метро обязательны, причем дважды за смену, чтобы поездка в общественном транспорте для пассажиров была максимально безопасной, составы обрабатывают в несколько этапов. Внешняя помывка шампунем и щетками автоматическая, но в труднодоступных местах вагоны моют рабочие вручную. Внутри также обрабатывают все поверхности сидения, стены, двери, поручни. С помощью распылителей, заправленных дезинфицирующим раствором, орошают даже потолки. Дезинфекцию в подземке проводили всегда, но теперь стали делать это еще тщательнее. Обрабатывают вагоны хлорамином – это антибактериальное вещество, рекомендованное Роспотребнадзором. Сейчас, так как у нас идет коронавирус, мы в два раза больше добавляем хлорамина. В Самарском метро курсирует 8 поездов, по 4 вагона в каждом. На уборку одного поезда уходит больше двух часов из 120 граммов хлорамина. Вещество разбавляют с водой, и даже при таком незначительном соотношении уже при входе в вагон можно почувствовать его запах. Уборка производится при каждом заходе подвижного состава в электродепо Кировское, утвержденный и рекомендованным средствами дезинфекции Роспотребнадзором, которые мы применяем для обработки состава внутрисалонного оборудования. И после обработки состав выходит на линию. Обрабатывают в метрополитании станции, причем каждые два часа, зоны ожидания, лавочки и валидаторы. На входе на каждой станции у пассажиров проверяют наличие средств индивидуальной защиты. Полторы тысячи человек за прошлый месяц маской не запаслись, их в метро не пустили. Как правило, люди не препятствуют проверкам, доходят до ближайшей аптеки и возвращаются уже со средством индивидуальной защиты. Уже вошло в такой, так скажем, в отлаженный ритм, и все понимают, для чего это делается. И, ну, я так сказал, самоотверженно люди выполняют свою работу для того, чтобы сохранить здоровье наших горожан. Необходимость соблюдать масочный режим самарцы понимают. Очень опасно и вообще что творится. Надо обязательно ответственно относиться к этому. Я вообще, как можно, даже женщины, люди вообще моего возраста ходят без маски. Меня, например, лично вот это возмущает себя и ради других обезопасить. За нарушение масочного режима предусмотрена административная ответственность как для физических, так и для юридических лиц. Пассажирам за проезд без маски грозит штраф до 30 тысяч рублей. Мария Левина, Сергей Баскин, События. Навязчивые гости. Двор по адресу Свобода-16 не первый год атакуют настойчивые менеджеры по продаже газового оборудования. Люди жалуются. Путем обмана и психологического давления у них выманивают деньги. Стоимость продаваемого оборудования превышает рыночную порой в несколько раз. Можно ли называть такой бизнес законом? И как себя правильно вести, если в вашу дверь позвонят расторопные менеджеры? Узнала Мария Левина. Ты людей не разложил. Я людей не разложил. С чем я разложил везти? Вы документы не подоставили. Вот документы везти. Это не документ. Человек в форме сотрудника газовой компании пришел проверить оборудование. Жители просят показать документы. У мужчины только самодельный бейдж. Один из жильцов говорит, что организация, под именем которой действует мужчина, не обслуживает их дом. После чего незнакомец спешно покидает подъезд. И такие навязчивые гости в доме 16 по улице Свободы не переводятся. Продавцы настойчиво просят открыть им дверь, после чего пытаются убедить жителей купить у них оборудование. Больше всего наседают на пенсионеров, угрожая тем, что газовые трубы неисправны и в любой момент может прогреметь взрыв. Ребята ведут себя очень неадекватно, то есть нагло, я бы даже сказала. Мне позвонила бабушка с первого этажа, плакала, потому что она запустила его в дом и не могла выгнуть из квартиры. Пришлось вывести его практически за руку, и при этом человек уже в процессе выхода просил подписать бабушку какие-то документы. И давили на психику людям, что необходимо открыть, иначе будет отключение. Средняя цена на газовые счетчики около 2000 рублей, но менеджеры предлагают их втрое дороже. Именно по таким расценкам буквально за пару часов до нашего приезда они продали два счетчика жителю дома Александру Трусову. Пришли ко мне работники, сказали, что по федеральному закону должны устанавливать счетчики, что они работают по всему дому, и поставили мне два счетчика общей суммы 15500 рублей. Я не хотел устанавливать газовые счетчики, вообще был против этого, но мне утверждали, что по федеральному закону это обязательно. Оплату продавцы принимают как наличными, так и с помощью терминала, что в глазах жителей придает им веса. Причем в этом дворе история с газовщиками длится не один год. Только названия организации постоянно меняются, и учредители оказываются то в Казани, то в Ильяновске. И это неспроста, говорят юристы. Если в названии компании изменится хоть один символ, не говоря уже об учредителях или юридическом адресе, то доказать ее причастность к сделке будет уже невозможно. Чем и пользуются такие фирмы. На этот раз главной офис организации оказался в Санкт-Петербурге. Мы связались с представителями фирмы по телефону, но внятных комментариев получить не удалось. На основании какой разрешительной документации? Вы можете позвонить по номеру телефона горячей клиники, вам там все передадут. В Самарском филиале находятся только диспетчеры. После нашего визита к ним руководство фирмы само вышло на связь. По телефону нам заявили, что не давали поручения подчиненным общаться с клиентами в агрессивно-настойчивой манере. В случае, если такие прецеденты случаются, продажники посоветовали сдавать их менеджеров в полицию. Впрочем, к этой мере жители дома уже прибегали. Мы стали гнать их со всех подъездов, а не наголо. Мы вызвали полицию, полиция приехала, забрала. И они увезли. Их после сказали, что отпустили. Если есть такая проблематика, могут граждане к нам обратиться. И мы, соответственно, поставим данный вопрос на контроль. И при наличии оснований в отношении организации будет принят определенный мир. По словам правоохранителей, жители должны быть бдительны. За каждым домом закреплена обслуживающая газовая компания, договор с которой заключает управляющая организация. Название фирмы прописано отдельной строкой в ежемесячных квитанциях квартплаты. Осмотр газового оборудования может проводить только эта организация и только раз в год. Бывают исключения, но о них заранее предупреждает управляющая компания, указывая точную дату и время проверки в объявлении. Представителей других организаций пускать в подъезд и квартиру не стоит. Если к вам постучался или позвонил дверь специалист, который одет в форму какой-то специализированной организации, размахивает удостоверением и говорит о том, что он пришел проверять внутри домовое и газовое оборудование. Первое. Позвонить в управляющую компанию. Если управляющая компания скажет, что мы не знаем о такой проверке, дверь не открывать. Даже, может быть, это действительно специалисты, но оповещение соответствующее не прошло, значит, ничего страшного, придут в следующий раз. Следует запомнить, что ваша обслуживающая организация не будет предлагать платные услуги, пытаться что-то продать или установить. В случае, если вы все-таки попались на уловку, у вас есть право обратиться в суд и вернуть свои деньги. Наш материал уже отправлен в соответствующие ведомства для проведения проверки правомерности действий фирмы в отношении жителей 16-го дома по улице Свободы. Мария Левина, Николай Епифанов, Григорий Плешаков. События. Россияне приобрели туры по стране с кэшбэком на общую сумму 870 миллионов рублей. И это только за неполные две недели. Второй этап программы начал действовать с 15 октября. До какого числа можно приобрести путевки, а до какого успеть отдохнуть, расскажем в рубрике «Новости экономики». Здравствуйте, это «Новости экономики». Расскажу о них я, Светлана Кудрявцева. Аналитики счетной палаты представили прогноз развития экономики России на ближайшие три года. Согласно этому прогнозу, в 2020 году в базовом сценарии ВВП страны сократится на 4,2%, в альтернативном варианте – на 4,8%. С 2021 года ожидается постепенный рост реальных доходов примерно на уровне 2% в год. Он объясняется сохранением высокой доли расходов на социальную политику и предполагаемым повышением зарплат. Россияне с начала второго этапа программы туристического кэшбэка приобрели путевки на общую сумму 870 миллионов рублей. Об этом сообщили в Ростуризме. Средний чек поездки по стране составил 38 тысяч рублей. В ведомстве подчеркивают, что программа решает несколько социальных и экономических задач, ключевая из которых – повышение доступности путешествий по стране. Для бизнеса это возможность увеличить загрузку в межсезонье. Напомню, второй этап программы туристического кэшбэка стартовал 15 октября и продлится до 5 декабря. Россияне могут приобрести путешествия и размещение в гостиницах с возвратом 20% стоимости услуг. При этом максимальный размер кэшбэка составляет 20 тысяч рублей. В тур можно отправиться с момента его оплаты, но вернуться надо до 10 января следующего года. Между тем, средняя загрузка курортов южных регионов России в осенний сезон этого года в полтора-два раза превышает показатели аналогичного периода 2019 года, заявили в Ростуризме. Большим спросом на осень пользуются путешествия в Крым и Краснодарский край. Средняя загрузка там около 80%. И это при том, что осень – традиционный период низкого сезона в туризме. В осенне-зимний сезон туроператоры запустят чартеры на горнолыжный курорт Шерегеш и в Великий Устюг. Туристы также смогут полететь на Байкал зимой, когда там замерзнет лед. А в Мурманской области можно будет кататься на лыжах и наблюдать за северным сиянием. Правительство России, между тем, намерено развивать экологический туризм. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на международной конференции по природному туризму. Премьер отметил, что каждый третий путешественник на планете – как раз экотурист. А в России сочетаются все богатства природы. Более 13% территории страны – это заповедники, национальные парки и особо охраняемые территории. До пандемии ежегодный рост в сегменте экотуризма составлял свыше 20%. Развитие этого направления зафиксировано правительством в национальном проекте «Экология». С начала следующего года Самара сможет принять иностранцев по электронной визе. Аэропорт Курумыч вошел в список погранпунктов, через которые можно будет пересекать границу по такой визе. Пока в списке 29 пунктов, но он будет дополняться по мере приобретения необходимого оборудования. Официальный курс доллара на 29 октября – 77 рублей 55 копеек. Американская валюта повысилась на 1 рубль 10 копеек. Евро – 91 рубль и 26 копеек. Европейская валюта прибавила 91 копейку. Нефть марки «Брент» на 28 октября – 39 долларов 52 цента за баррель. На этом пока все. Оставайтесь с нами и будьте в курсе. Память о параде из первых уст. Ветеран Великой Отечественной войны, историк, общественный деятель Александр Любимов рассказал самарским студентам о военном параде в Куйбышеве 7 ноября 1941 года. Встреча прошла в режиме онлайн в библиотеке номер 8. Юбилейный парад памяти в этом году будет без торжественного прохождения на площади. Зато в мероприятиях смогут принять участие все желающие. Олег Зверев тоже смог пообщаться с ветераном. По возрасту они такие же, каким был участник войны Александр Любимов в 1941 году. 18-летний. В библиотеке студенты Поволжского государственного колледжа собрались, чтобы из первых уст узнать о войне. Тема лекции – парад 7 ноября. Александр Владимирович рассказывает, что Куйбышевский парад в начале Великой Отечественной войны был самым масштабным. Его приравнивали к стратегической операции. Весь мир смог увидеть боевую мощь Красной Армии. Принимал парад Ворошилов. Личность хорошо известная во всем мире. Прошли все рода войск. Не только пехоты, но и на машинах проехали. На наших, отечественных. Газики и ЗИС-5. Простенькие машины, но очень выносливые. Прошла артиллерия. И пролетело большое количество самолетов. События тех лет теперь ежегодно восстанавливаются на площади Куйбышева. С 2011 года проводится парад памяти по инициативе Дмитрия Азарова, который 10 лет назад был главой Самары. Юбилейный, 10-й по счету парад обойдется без торжественного прохождения. Таковы противоэпидемические требования. Зато в режиме онлайн это будет всенародное парадное шествие. Свои программы участия готовят школы и вузы, колледжи и техникумы, музеи, театры и библиотеки. Мой детство жил пехотинцем, и я сама хочу в будущем продолжать защищать родину. И я думаю, что 7 ноября 1941 года парад был таким, чтобы подбодрить людей, чтобы Советский Союз мог выиграть эту войну. Исторические знания сегодня снова на пике популярности. Молодое поколение стремится понять современную ситуацию в мире, а для этого надо хорошо разбираться в прошлом. Сегодня есть много книг и научно-популярных фильмов, но живое общение от сердца к сердцу особенно важно. Состоялась встреча с ветераном войны. Мне кажется, вот такие встречи, они больше дают знания в истории и понимание, насколько это важно. Ну и, конечно же, в такие встречи это еще возможность поблагодарить участников войны. Студенты получили дополнительные знания о военном параде в Куйбышеве 1941 года. Особую значимость этой лекции они осознают со временем, когда будут с гордостью рассказывать своим детям о том, что им довелось общаться с живым участником войны. Олег Зверев, Василий Колдашов, События. Добраться до школы, не беспокоясь о безопасности. В Самаре дорожные полицейские регулярно проводят профилактические широкомасштабные акции для детей, среди которых «Внимание, дети!» – дорога в школу. Целью которой является восстановление у детей после летних каникул навыков безопасного дорожного поведения. На территории городского округа Самара реализуется муниципальная программа повышения безопасности дорожного движения на 2016-2020 годы. Мероприятия программы направлены на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма и в рамках программы укрепляется материальная база школ по обучению детей безопасному участию в дорожном движении. Приобретается соответствующее оборудование. Такое, как оборудование для автогородка, информационные стенды, доски «Моя волшебная улица», магнитно-маркерные доски с методическими рекомендациями и комплексы дорожных знаков к ней, светофоры, накладные пешеходные переходы, макеты автомобилей пешеходов, различное оборудование. Ежегодно в преддверии начала учебного года в парке Гагарина сотрудники ГИБДД совместно с Департаментом образования Самары проводят профилактическую квест-игру для учащихся «Дорога в школу». В игровой форме детям напоминают правила дорожного движения и раздают памятки и светоотражающие наклейки. Чтобы ребенок чувствовал себя на дороге уверенным. И, естественно, сегодня нужно повторить безопасный путь, дом, школа, дом. И я думаю, что в будущем ребенок не попадет в дорожные транспортные происшествия. В рамках реализации программы проводится профилактическая работа как среди учащихся, так и взрослых. Вблизи пешеходных переходов в разных районах города, родительский патруль, конкурс творческих выступлений, семейных команд на тему правил дорожного движения и конкурс «Безопасное колесо» для воспитанников детских садов, их педагогов и родителей. На этом наш выпуск завершен. Заходите на наш официальный сайт и на наши страницы в социальных сетях. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова